Не каждый родитель в семье, которого растет и воспитывается ребенок-инвалид, может позволить себе реабилитационный тренажер. Но все же есть возможность восстанавливать свое здоровье в специализированных центрах, для которых неравнодушные жители нашей республики приобретают оборудование. Представители партии «Единая Россия» посетили центр реабилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» и привезли специальную беговую дорожку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тему продолжит Александр Коваленко. Не опускать руки и стремительно двигаться вперед. Под таким девизом семья Ухлиновых живет уже на протяжении 11 лет. Прогнозы врачей, что девочка будет разговаривать, а тем более самостоятельно приподниматься, были сведены к минимуму. Но благодаря своевременной постановке точного диагноза, обследованием, неоднократным операциям и лечению в лучших клиниках России, сегодня дочь Людмилы Ксения изучает английский язык, очень любит математику, также слушает музыку и с удовольствием поет. Ксюша просит ненадолго прервать сеанс массажа, чтобы исполнить нам песню. От улыбки в умы день светлый, в небе радуга поснется. Поделись с улыбкой своей, и она тебе не раз еще винется. Успехом своей Ксюшеньки, именно так ласково называют ее родители, радуются каждый день. Здесь на базе счастливого детства девочка получает все необходимые процедуры по восстановлению здоровья. Если мы хотим, как мне еще в Москве профессор сказала, вы хотите, чтобы она была как все, она должна всегда быть с вами в нашем быту, в нашей жизни. Ну и мы достигли неплохих результатов. По диагнозам, по обследованиям, по МРТ мой ребенок должен быть вообще лежачий. Вот уже неделю ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП учатся ходить, держать осанку, самостоятельно стоять, благодаря беговой дорожке с инфокрасными датчиками для обучения детей-инвалидов в ходьбе. Уникальность состоит в том, что она подстраивается под индивидуально каждого ребенка, как он идет, расстояние его шага, как он наступает. Она сама подстраивается под индивидуально, опять-таки, под каждого ребенка, как он умеет ходить. Такой подарок Центру «Счастливое детство» преподнесли представители партии «Единая Россия». И сегодня они лично убедились, как работает тренажер, посмотрели все его преимущества. Мы, в свою очередь, обратились к партийцам, к предпринимателям и одному из депутатов партии «Единая Россия», которые поддержали эту просьбу и помогли приобрести для этого Центра замечательную аппаратуру, за что мы очень благодарны. Для нас очень важны те партнеры партии, которые с нами помогают совершить хорошие дела, добрые дела, в том числе для реабилитации такой социально значимой категории детей. И мы хотим сегодня поблагодарить предпринимателя Несмашного Геннадия, сказать ему огромное спасибо. Сегодня это он, а так нам помогают очень многие предприниматели республики. Огромное спасибо за неравнодушие. Ольга Галкина с дочерью Анной после операции на стопе. Они из Челябинской области специально приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы пройти курс реабилитации. Повторить все лечебные процедуры девочки с диагнозом ДЦП женщина планирует здесь, через некоторое время, в Центре «Счастливое детство». На данный момент разработали ножки, она у меня сама стоит, но без поддержки сидишь, но стоит. Сегодня в Центре проходит лечение около 300 детей с нарушениями здоровья. Они получают весь перечень лечения – это ЛФК, массаж, магнитотерапия, светолечение, парафинотерапия. Также с детьми работают такие специалисты, как логопед, психолог, дефектолог и педиатр. В Центр по приглашению директора приезжают специалисты из ведущих клиник России. Александра Коваленко, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.